У нас новый видос Сегодня я захотел снять видос С людьми, которые транслируют позитив В последнее время я сам стал транслировать позитив Поэтому решил Давай, раз уж я в последнее время часто вижу с людьми Которые снимают позитивные ролики И делают позитивные вещи Давай с ними поболтаем Я вам сейчас с тобой покажу Это бипочка, бип Ну а вон так, а ты спичка, ты же там форо Ты же меня как-то дальше Я люблю жизнь Ты будешь первым позитивным Ты будешь первым позитивным Вот ради этого мы вот это все делали Это что такое? Вот это вот Эти осетины Я с них не могу Слушай, я как только приехал, ремень надеваю на меня Смотрят Ты что делаешь? Правда, Бибо разговаривает только на осетинском И первый вопрос у меня такой бил Почему ты по-русски не делаешь видосы? Ну я не привык говорить на русском У меня либо осетинский, либо английский По-русски я... Постой, постой Пока ты вопрос не задал Сколько у нас время вот это все Встреча мне брови должны сделать Йебаааа Хорош Это же был юмор? Да, конечно Кстати, больше не... Ну вообще ты в принципе в последнее время уже особо видосы не снимаешь То есть ты завязал? Я особо-то и ничего не начинал То есть ты себя даже блогером не считаешь? Это как по фану пошло Но плюс Уже время-то проходит И я сам тоже повзрослел На этом видео заявляешь, что ты постарел И больше от тебя ничего не ждать? Не-не, почему не? В момент вот Что-то понравилось Или идея-то какая-то появилась Я это снимаю и закидываю Ооо, я на тебя подписан Это ты? Ну типа я тебя не знаю Мне говорят, что я снимала какую-то тупость Что я кавказская женщина И должна сидеть дома Убирать и готовить Да Ой да, Хосдарта Не критикуйте нас, наши Я стану знаменитой И меня будет знать вся Россия И когда меня спросят, откуда я И я не расскажу вообще ничего про Осетию Будут говорить Хоть бы слово сказала про Осетию Я шучу, я не злопамятный человек Что самое приятное За всю твою жизнь блогерскую? Мне говорят, что у меня очень классные эмоции 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 Мне нужно сниматься в кино Я не просто кривляюсь, я играю Я показываю какие-то эмоции То, что я чувствую, понимаешь? А если тебе будет 40, 50 И в 40, и в 50 бы хотела этим заниматься? Воспитывать людей посредством своей игры Чтобы люди видели и понимали, что есть добрый, живой юмор Как в советское время Почему советские мультфильмы и фильмы любят все? Потому что там все было хорошо Окей, что, сколько ты сейчас в Инстаграме зарабатываешь? В прошлом месяце я заработала ровно 28 тысяч Где ты еще помимо этого работаешь? В Баварии, да? В Баварии, отдел рекламы Если ты готов посвятить себя карьере, то Бавария это отлично Но я не готова И я хочу творить, мне нравится творчество Я очень счастлива Я люблю жизнь И хочу, чтобы все люди любили жизнь Я не переиграю Вот ты сейчас нормально себя чувствуешь? Отлично Отлично Энергия Вот, короче, с тренировок вышел Уникальный человек, борец, кевельщик и блогер Когда ты борьбу бросишь? Ты бы ее бросил или не бросил? Или результат тебе нужен? Или что ты здесь делаешь? Результат тебе нужен Хотя в массе спортов не плавит Что там? Ошибка? Я не знаю, что это А, у тебя дверь открыта, по-моему, ладно А как ты думаешь, Инстаграм вот этого не страдает, что ты на борьбу ходишь? Со временем нет снимать ничего Почему? Я могу прийти, снять Идея нет А что ты мне так? Титок скоро похалит Инстаграм Смотри, стоп Ну, я тебя поддерживаю Честно, я в это верю Я хочу, чтобы так было Хорошо Послушай, а вот когда у тебя соревнования будут на борьбе ближайшей? А, тогда лучше расскажи на последних, как ты выступил Ха-ха-ха Без этого Ха-ха-ха, не борясь зато Короче, меня подкинули, как сутулую собаку На индивских, да? Ну, в любом случае, я тебя поздравляю, что ты вернулся в борьбу Это плюс Значит, у тебя силы есть, энергия есть И это большой плюс Но при этом ты выиграл кое-что Пару дней назад ты выиграл лучшего актера на КВН Ну, с этим я тебя поздравляю, кстати Почему твои видосы так зашли, вот из-за чего? Просто ты же выстрелил, вот типы стараются, мутят Случайно, случайно Я под музыку всякий курс, залетел, а что-то не знаю, случайно Он не хотел ничего снимать, вот случайно снял, вот сейчас он снимает, но ему не по кайфу, но он снимает И до сих пор не хочешь? Не, уже хочу Уже хочешь? Не стремился к нему Там же много, ну, наших нету за границей Остинно, да И находясь здесь в Осетии, бывает очень трудно с идеями Да, ты немножечко отдален от Осетии, поэтому Тяжелее Труднее То, что здесь происходит, то, что в тренде Ага Все это я просто вот по интернету, то, что я слышу Вот, у меня только эта информация есть, поэтому в этом плане тоже бывает Докопался до моей куртки на ровном месте Я не знаю, что ему не угодило, сам ходит в черном Это будто я твой отец я тебя сейчас в детский садик Подвисит На самом деле, молодец В ТикТоке уже сто тысяч, кстати Хай таи, лаптавин Нас что? В�로? В итоге Ты придешь в Торонто Да когда у тебя будет 100 000 подписчиков на youtube ты придешь в Торонто придешь в Торонто? да но я могу идти в Торонто раньше когда у тебя будет 100 000 подписчиков на youtube-канале ты приедешь в Торонто и мы спрыгнем с парашюта да, это классная идея я не буду прыгать но ты спрыгнешь что насчет того, чтобы вернуться домой? в Осетии? на постоянное место жительства скорее всего точно никогда уже, да? никогда не говори, никогда назови тогда 3 вещи, которых тебе не хватает в Канаде это наших людей именно Осетии, родных когда я приезжаю сюда, вот здесь у меня душа отдыхает ты заряжаешься? да, заряжаешься именно энергией, позитивом свое все равно свое не важно сколько ты там будешь жить ты все равно чужой помнишь, когда твое видео вышло когда ты рассказывал про мусорные баки и так далее? когда ты вот больше всего хайпанул и вот тогда на тебя наверно обрушилось море негатива как позитива, так и негатива вот может быть ты сейчас спустя время просто пояснишь? первый раз мы уехали я был маленьким, мне было 14 лет когда я уехал для меня Осетия была идеальная как бы проблем я не видел не то что не видел, я был маленьким как бы но когда я уже там вырос и рос я как бы в комфорте, в чистоте жилюбие когда я сюда приехал и видно то не ухаживают за республикой Осетия она вот такая вот маленькая крошечка да и чтобы ее сделать вот идеальной для этого не надо многого то есть тем видео ты хотел просто просыпайтесь что с вами такое ну как вы можете хавать вот это все и ты хотел чтобы люди свою активность проявляли это не точно активность но не бойтесь говорить общайтесь разговаривайте что-то не нравится говорите об этом надо чтобы было видение и идти к этому видению в общем мы чуть-чуть естественно на грустную тему начали говорить поэтому давай о позитиве и все так все знают мне тогда это было очень обидно я не смог просто сдержаться и ничего не сказать ты в целом твой инстаграм это полный позитив смешные видео песенки настинского гунда почему я сегодня вообще с тобой говорю потому что ты несешь позитив и вот я бы хотел тебя попросить продолжай нести этот позитив не останавливайся буду стараться как только будет идея и муза я буду это делать но почему я только делаю позитив в жизни у нас у всех уже бывают какие-то проблемы люди заходят ко мне на страничку я хочу чтобы там был только один позитив ты красавчик Виво именно поэтому я сегодня разговаривал с тобой потому что вы этот мир делаете добрее улыбчивее и веселее кто бы что ни говорил я это знаю по жизни ты чем хотел заниматься вот сейчас инстаграм вот сейчас пока инстаграм у тебя пошло а дальше вот у тебя сейчас будет 100000 подписчиков дальше что минимальную до миллиона довести до миллиона довести инстаграм это минимально заработать бабки на инстаграме собрать эти бабки открыть свой бизнес мне бы хотел ресторан собрать серьезно чтоб я пришел и знал что там мой ресторан ты бы хотел в политику пойти в политике это грязь ну депутаты чисто бабки срубить пойдешь в депутаты что бабки срубить да ты в смысле вот ты сейчас говоришь а потом годы пройдут потом это видео посмотрят и ты знаешь депутатов и те это же прям вот самое ужасное самое плохое что у тебя было вот пока ты инстаграм свой ведешь что было самое ужасное самое стрёмное еще вообще ничего у тебя вот всегда один позитив я просто такой что мне вообще ну на мнение чужих негативно мне вообще плевать смысл ага то есть что бы не писали тебе пофигу если мне какое-то наставление делать там по жизни тогда глаза рулит что-то мне пишут и вот такую и вот так нельзя иди ты у тебя же сейчас твои люди есть ну которые следят за тобой любят тебя вот что самое доброе от них ты получал или слышал комплименты подарки я не знаю ну блин ну теплые слова всегда это кайф недавно мужик остановился если он будет смотреть не знаю подъехал такой типа он говорит тебя смотрит и смотрит с моим сыном сын его выходит ты тогда сильно прятал ну слушай а у тебя есть вторая половинка сейчас? нету девочки нету ты сейчас в поиске или как? активно прям жестко какая для тебя должна быть девочка твоя кроме оторванности чувство юмора самоирония и понимание самое ирония то что большая проблема для девочек нет? я бы уже умер если бы у меня самоиронии не было такие маленькие люди как мы не умели самоиронизировать мы бы давно наверное да мы бы давно себе вены порезали сколько у тебя реклама стоит? 2000 2000 история пока не делаем блин ну если уговорить меня тысячи семь сколько ты в прошлом месяце заработал? тысяч сорок тысяч сорок на сторизах да я думаю это отличный показатель тоже 50 где эти деньги? ну ты их потратил дай мне совет чтоб я стал таким же крутым блогером как ты не сходясь случайно бля просто снимай залетит просто снимай залетит вот цитата просто снимай залетит не ходите серьезными по улицам будьте добрые будьте позитивные как к вам так и вы к ним но по улицам все равно ходите ну хотя вот не высокомерность да идем там она мне сказала что я переигрываю вы правы я завязываю О, пожалуйста. Как я переигрываю? Если, конечно, я в этом что-нибудь разбираюсь. Все. И вообще-то я отлично знаю Инстаграм, так что я тебе расскажу все, что я знаю. В Инстаграме добрых и веселых, какие они в жизни, мы не знаем, но в Инстаграме они несут нам добро. У меня есть наставник, ментор, который будет меня сопровождать в мир Инстаграма. О, шаус. И, короче, закинула. И уснула в обед. Я очень люблю поспать в обед. У меня было 1228 подписчиков. Я, короче, проснулась. Беру такой телефон. И бац, у меня, короче, 1400 подписчиков. С одного видео. Что происходит? Меня выложили на Ахудом, а потом в Кавказ онлайн. Все, я тебе буду каждый день что-то записывать. Я знаю, что если ты выстрелил, тебе нельзя останавливаться. Бесплатно тебя сейчас никто выкладывать не будет. Нужно постоянно втапливаться. Либо коллаборировать с другими. Я каждый день снимала ролики. А на следующий день я записала вот здесь же роль. Как будто я вышла. И, короче, мне там типа все аплодируют. Сейчас там камера поворачивается, а никого нет. Сам Инстаграм просто закинул в популярность. У меня было 1500 подписчиков. И у меня было где-то 10 или 15 тысяч просмотров. И я такая, что происходит? Боже, это же бомб. Боже, а ты не хочешь свой ник поменять? А зачем? Ну, он же не читаем. Фмаш, говорят, и все. Хотя это фамэйдж. Фамажор. Да блин! Страх блогера, у которого не видны лайки и просмотры. Сейчас пока еще видны. Дальше даже просмотров не будет. А знаешь, почему это хорошо? Ты закидываешь какую-то публикацию, и тебе мало лайков на нее ставят. И ты ее удаляешь, потому что ты начинаешь в себе сомневаться. Блин, по-моему, я что-то не то сняла. Почему ты удалил третью часть? Потому что я ее перезалить надо. А почему ты ее удалил? Алгоритмы заморосили. Почему ты ее удалил? Алгоритмы заморосили. Мало лайков было? Да. Вот поэтому. А ты что-нибудь зарабатываешь на этом? По поводу рекламы мне пишут постоянно. Алкоголь не рекламируют вообще категория. А что-нибудь вообще рекламируют? А, ты на этом не зарабатываешь? Если мне, допустим, понравилась компания, группа их, все качественно, профессионально, то я просто их закидываю в сториз. Короче, твой доход с этой странички ноль. Минус. Минус. Что самое доброе тебе писали за все это время? Молодец, продолжай в том же духе. Спасибо, что на осетинском это все делаешь. Мы за тебя будем голосовать. Так тебе говорят? Да. Битаров уступит мне. И давай последнее. Вернее, что бы ты пожелал, что бы ты хотел сказать просто на видео? Самое главное, я бы, наверное, сказал, никого не слушайте. Если у вас на самом деле есть цель и мечта, то никакие деньги не нужны, никакие связи не нужны. Нужна просто... Воля. Воля, да. Просто захотел что-то сделать, просто делай. Как? Что ты будешь делать? Это все придется времени. Творите, мутите добро и будьте самими собой. Давай, кто самое прикольное новогоднее поздравление в комментах напишет, тому какой-нибудь приз. Ну, любой, символический. Давайте ты кепку красную подаришь. Как моя только красная? Да. Да, все, самое креативное новогоднее поздравление в комментах. Мутите добро. Желаю тебе креативного успеха. Мне? Именно мне? Подписывайтесь на канал Хосер. Да, обязательно. И чтобы не сто тысяч, там, миллионы. 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 Все. Я вот так их сниму. Я не знаю... Конечно! Нормально! Офигеее! Офигеее! Нрава, фуфуу! Паривают. Да никто тут не запаривает. Субтитры сделал DimaTorzok